Бог не хочет смерти грешника, но чтобы он обратился и жив был. Один молодой монах, посылаемый из монастыря по разным нуждам братья, входил в корчемницу, упивался вином и впадал в скверный плотский грех. В одной из таких отлучек, совершивший обычный грех и возвращаясь в монастырь, попал он в густой лес и вот бросился на него большущий змей, намереваясь его умертвить. Инок хотел убежать от него, бросался во все стороны, чтобы избавиться от змея, но он скоро догонял монаха. Наконец монаху уже некуда было бежать, змей догнал его и готов был съесть. Тогда монах вспомянул блаженного царя Елизвоя, обратился к змею и сказал, «По молитвам святого и праведного Елизвоя, отступи от меня!» Змей, как бы устыдясь вспомянутого имени святого Елизвоя, царя Ефиопского, остановился и по повелению Божию принял голос человеческий, сказал монаху, «Как я пощажу тебя, когда ангел Божий, пришедший, повелел мне съесть тебя за твою нечистоту и скверну, потому что ты дал обет работать Господу в чистоте, а ныне пребываешь, скверня твое тело и прогневляешь святого духа». Инок, слушая змея, говорящего по-человечески и обречающего его дела, оставался безответен. Потом, склятвою, просил змея, дабы пощадил его. Змей же сказал ему, «Что ты так заклинаешь меня? Ты сам прежде клянись мне, что от силы не будешь больше удовлетворять своему скверному плотскому вожделению, и я оставлю тебя». Монах клялся, говоря, «Клянусь, живущим на небе Богом и молитвами честного царя Елезвоя, что я больше не прогневаю Господа моего, которого ныне тяжко прогневал своею телесную нечистотою». Когда инок произнес сие, упал с неба огонь и умертвил пред иноком змея. После того, объятый страхом и трепетом, инок отправился в свой монастырь, не стал более грешить пред Богом, грехом блудным, и умер в добром покаянии. Источник. Жития святых. 1880 год.